В эти рождественские дни хотелось бы от всего сердца, от всей души поздравить каждого из вас со светлым и жизнеутверждающим праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Федор Михайлович Достоевский называл праздник Рождества Христова днями семейной радости. Давайте мы постараемся сделать так, чтобы праздник светлого Христова Рождества стал праздником радости для семьи каждого из нас. Ведь праздник Рождества нашего Спасителя по-детски радостен и понятен не только взрослому, но и даже самому маленькому ребенку. Какое удивительное чудо! Бог рождается ребенком. Бог – ребенок. Мимо этой пещеры можно пройти. Можно пройти мимо этого ребенка, лежащего на руках у Девы Марии. Можно пройти мимо Иосифа, мимо праздника. Но тогда что останется в душе? Что останется после этого светлого и всеосвящающего праздника в сердце человека? Именно так не заметил и прошел мимо пещеры Рождества Христова современной Спасителю мира. Он продолжал кланяться своим идолам, возносить свои достижения, свою культуру и поклоняться своим богам. И только тот, который, не пройдя, придет и поклониться. И тот, который заметит, прочитает или услышит, или постарается понять, помолившись Богу, чтобы он сам открыл человеку собственное сердце и отверз его душу, вот тому человеку обязательно откроется Христос. Тот человек обязательно просветится верой в тот свет, который принес в мир наш Спаситель. Ведь Бог не пришел в этот мир грозным повелителем или, может быть, беспощадным тираном, чтобы его все боялись, чтобы перед ним преклонялись. Бог – ребенок. Бог настолько смирил себя, что воплотился от Девы и стал таким же человеком, как каждый из нас входит в этот мир – ребенком. И Он хочет, чтобы каждый из нас не боялся Его, не страшился, как тирана, а любил Его. Он свободно выбрал веру в Господа Иисуса Христа, родившегося 2023 года назад в Вифлееме Иудейском. И каждый год мы, встречая, должны вспоминать рождение этого ребенка, который изменил весь мир и весь ход человеческой истории. Почему? И разделил он ее на «до» и «после». И все, что «до» – это ветхозаветная человеческая история, а все, что «после» – это новая эра, нового завета Господа нашего Иисуса Христа. Пастухам, которые пасли свои стада на холмах Вифлеема, явились ангелы и возвестили им великую радость, как сказал сам ангел, «не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Христос, который есть Господь». Давайте обратим внимание на эти слова ангела. Не бойтесь. Вы слышите, когда нам будет казаться, что все как бы уходит из-под наших ног, все рушится, разрушается, и как бы ничего не остается из того, что было нам дорогим и бесценным, не забудем эти слова. Не бойтесь. «Я с вами. Я с вами во все дни до скончания века, ибо ныне родился нам с вами Христос, который есть Господь, Спаситель каждого из нас, и живых, и мертвых, потому что у Бога, у Христа нет мертвых, у Него все живы». Вот поэтому рождение Христа дорого и потерявшим близких, и тем, кто имеет рядом с собой живых и здоровых, больных и немощных, для всех нас пришел в этот мир Христос. Пастухи первыми пришли, поклонились родившему Всевогу младенцу. Пришли со своими дарами и волхвы и принесли ему золото, ладан, смирну. Золото, как царю, ладан, как Богу, и смирну – это благоухающее масло, как человеку, которому должно пострадать и умереть за грехи всего человеческого рода. Вот и мы с вами сегодня также призываемся в эти святоносные рождественские дни принести свои дары к родившемуся Христу Спасителю. А что мы с вами принесем в качестве своего подарка? Давайте вместе с ангелами принесем словословие. Будем как можно чаще ходить в храм и славить Господа, воскресшего и победившего смерть. А значит, каждое воскресенье, в наступившем году давайте приходить на Божественную Литургию и участвовать в этом словословии вместе с ангелами. Давайте вместе с пастухами принесем Господу поклон. Поклон, к чему призывает нас Святая Церковь? Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу и Богу нашему. Зовет нас каждое всеночное обдение Святая Церковь, как заботливая Мать к ногам нашего Спасителя Иисуса Христа. Поклониться, прославить и возвеличить прежде всего, поблагодарив в своем сердце и от всей души подателя благ всяческих Господа. И вместе с волхвами, которые пришли с Востока и принесли свои дары, давайте мы принесем вместо золота свою веру в Господа нашего Иисуса Христа. «По вере вашей да будет вам», — сказал Господь. «И мы получим только то, во что верим, и насколько крепка наша вера в Бога и в Его всесильную помощь и поддержку каждого из нас. Вместо ладана давайте принесем Богу нашу надежду. Надежду на то, что мы все с Божьей помощью преодолеем. Бог даст нам силы и укрепит нас на нашем пути рукою Своей сильной и мышцей высокой. И, наконец, вместо смирной давайте принесем нашему Богу любовь. Любовь к нашему Спасителю, который родился от Пречистой Девы Марии, чтобы спасти каждого из нас, членов нашей семьи, родных и близких, всех тех, кто живет и трудится рядом с нами. Бог любит и желает спастись каждому человеку. И в качестве задачи перед каждым из нас я хочу привести слова Федора Михайловича Достоевского, которого мы уже сегодня вспоминали. Пусть эти слова будут призывом и, если хотите, хоругвию нам в нашей жизни. Особенно всем тем, кто живет в России и любит ее. Федор Михайлович говорил так. «Явить современному миру Христа и указать путь к Нему – вот высочайшая миссия русского народа. Давайте за собою поведем наших детей ко Христу. Ведь что проку от всех познаний, как говорил святитель Филарет Московский-Дроздов, если при них мы Иисуса Христа не знаем? Давайте научим детей любить историю Священного Писания. А для этого будем чаще рассказывать детям о Христе, о рождении, распятии, воскресении, о Его втором возвращении на землю, о Его суде над грешниками и воздаянии праведников, о том, что Он есть и то, что Бог есть любовь. Давайте являть миру Христа своей жизнью, своим словом, своим трудом, чтобы славилось и прославлялось имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда мы исполним Слово Евангелие. И так во всем. Едите ли, пьете ли или и на что творите. Все творите во славу Божию. Вот дай Бог, чтобы и в семье, и в жизни каждого из нас, и в сердце, и в душе каждого из нас славился Христос, родившийся нас ради и нашего ради спасения в Вифлееме. С Рождеством Вас Христовым! С праздником! И да хранит всех Вас Спаситель мира Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok